Укротить две стихии, водную и огненную, в Железногорске прошел учебно-методический сбор. Насколько районы области готовы к пожароопасному периоду и паводкам? Проверили главный спасатель региона Иван Лунев и заместитель губернатора Михаил Горбунов. Скажите, сколько поступило заявочек по подтоплению территорий, населенных пунктов за вчерашние сутки? По подтоплению заявок у нас на население не поступало. Таковы данные по Железногорскому району. А вот кое-где уже поплыли. Это кадры, снятые накануне в Курске. С высоты птичьего полета видно, как вода наползает на сушу. Когда в Суджанском районе возникла ситуация, быстро пошла вода с полей и угроза подтопления была. Мы отреагировали и муниципальные составляющие, привлекли дополнительные силы региональные, насосы. Быстро эту ситуацию ликвидировали. Спасатели отмечают, подтопление ожидается в пределах прошлых лета. Уж как справляться с большой водой, они знают. Создана противопаводковая комиссия, проводится регулярный мониторинг. В наличии спасательные средства, организованы лодочные переправы. Начинается подготовка и к пожароопасному периоду. Задушить, вернее затушить огонь в зародыши помогают добровольцы. Тушим все, особенно весенние пожары, когда траву поджигают, она горит, бывает и просто так, где-то там бывает молодежь, кто-то бросил окурок или что-то. Мы в основном отсекаем от жилого, потому что без пожарной, без настоящей пожарной дружины мы не сможем сами потушить там что-то серьезные объекты. А отсекаем лопаты у нас, хлопушки, огнетушители, это у нас все есть. В этом году в ряду дружинников прибавление. Два добровольца плюс. Мобильный пожарный пост нафарширован как надо. 300 литров воды, мотопомпа, комплект пожарных рукавов и не только. Автономно, приехав на пожар, скажем, те же самые добровольцы, приезжая на пожар, могут работать от мотопомпы. И благодаря емкости воды, которая есть, непрерывная работа, не менее пяти минут непрерывная работа, это очень много для, скажем, мобильного пожарного поста. И установкой тонко распыленной воды могут 27 минут работать. В планах оснастить и другие дружины такими комплексами. А пока предстоит тщательная подготовка, как говорится, на всякий пожарный. Немало сделано, но впереди еще очень много работы. Очень много работы, в том числе и по проведению опашки населенных пунктов, и по созданию оперативных маневренных групп, и, конечно же, по мониторингу, в том числе и видеонаблюдению, и использованию беспилотной авиации, для того, чтобы мы могли на ранней стадии возникновения обнаруживать и ликвидировать. Испытания и водой, и огнем. Но спасатели доказывают, способны укоротить обе стихии. Юлия Комкина, Ульяна Бартенева, Сергей Дорохов, телеканал СЕИ.